ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. В Японии 20 августа, и жарит тут просто нереальное. Жара такая, что такое ощущение, что ты находишься где-то в сауне. Вот только нету красивых голых девочек. Если вы собираетесь ехать в Японию, то едьте в любое другое время, но не в августе. Вас просто тут зажарят. Ну, в плане, чтобы поджариться, так как жарко очень. В прошлый раз я рассказал вам о том, как я познакомился с прекраснейшим человеком, не побоюсь этого слова, джентльменом, который всегда заследит за своим внешним видом, худеет, бреется и принимает ванну как настоящий мужчина один раз в неделю. О нем я расскажу вам немного позже. У меня еще много очень интересных, удивительных историй. А сегодня я хотел бы поговорить немного о другом. Вы, наверное, знаете, в Японии культ еды. 80% передач по телевидению о еде. Японцы едят и готовят, готовят и едят. Идут куда-то, и что бы вы думали, опять едят. И те, кто читает мою группу ВКонтакте, наверное, знают, что я выкладываю достаточно много фотографий с едой. Все это потому, что в Японии культ еды. И, наверное, дамы, которые смотрят это видео, про себя тихо думают. Японки так много едят, так почему же они не толстеют, сучки? Ну, об этом я расскажу в следующий раз. Ну, скажу только то, что это дело не в том, что они много какают, как утки. Вот, и расскажу вам две истории о том, как я пошел в японские рестораны. Японский я особо не знал, прошел где-то месяц моего пребывания в Японии. Я бедный студент, и у меня нет денег поесть, сходить куда-нибудь. И, как вы знаете, из-за моих же личных условий, когда я жил с теми, кого нельзя называть. Хотя нет, я готовился, я честно готовился. И сегодня, сегодня я скажу, честно скажу, с этими воландемортами, с этими воландемортами, честно скажу, я жил с настоящими воландемортами. Так вот, когда я жил с этими воландемортами, они готовили что-то такое, что просто невозможно было передать. И из-за этого на кухне и образовалась другая жизнь. И поэтому я не мог готовить на кухне. И ел где-то в забегаловках. Вы уже все про это знаете. Ел разный гюдон, там пасту. Ну, то, что нашей европейской душе вполне нормально. Ну, я же мужик, и я решил сходить и поесть настоящую японскую еды. Японской еды я все-таки в Японии. Выбрал такой ресторан, где подают достаточно вкусную японскую экзотическую пищу. Ну, как мне сказали, во всяком случае. И пошел туда. Как вы понимаете, японский я не знаю. И меню-то было все на японском. И написано не просто напечатано, а красиво так, как в каллиграфии написано. И что написано, я не понимал. Я, конечно, старался, хмурил брови, внимательно смотрел на эти эрогольфы. Но не понимал вообще, что там написано. И подумал, что если я продолжу этим заниматься, то я быстрее сатану вызову, чем закажу что-то и пойму, что здесь написано. В итоге я положился на удачу. Я, наверное, думал, что я такой удачливый. И просто ткнул пальцем и выбрал блюдо. Подошел официант. Я показал ему пальцем, что я хочу. Еще в тот момент я заподозрил что-то. В глазах официанта была какая-то то ли усмешка, то ли еще что-то. Ну, в общем, он ушел. Я попивал водичку. И где-то через 10 минут мне принесли еду. Ну, сказать, что я удивился, ничего не сказать. На большой такой тарелке, из которой торчали такие палочки. Типа для шашлыка, которые такие маленькие, тонкие, для терияки. И на этих палочках была нанизана рыба. И самое интересное в том, что эта рыба-то была живая. Она еще немного двигалась. Она была вот распорота и все дела. Вот на этих палочках она была прям как на колях. То есть вообще перед моими глазами было какое-то зверское убийство рыбы. Селедки там какой-то, не знаю. Так вот, и она смотрела на меня, и я смотрел на нее. И вот эта встреча была суждена нам судьбой. Она смотрела на меня такими печальными глазами. Знаете, как у кота из Шрека. Я смотрел на нее и не мог отвести взгляд. Она шевелилась немного, шевелилась своими глазами. И я не знал, что сказать. Я не знал, что сделать. Она просто... Я не знаю, я и сейчас не могу забыть эту рыбу. Она такая бедная, такая печальная. Она уже знала, что умрет. Ну, в общем, в итоге рыбу-то я так и не съел. Оставил все как есть. И поэтому 1-0 в пользу хитрых японцев. И расскажу я вам другую историю, которая произошла уже совершенно в другом ресторане. Но все развивалось по тому же сценарию. Пришел я в ресторан и опять не понимал, что заказываю. Решил в этот раз не пытать счастье с вызовом сатаной. Сразу ткнул на блюдо. Ну, в этот раз удача была на моей стороне. Да, детка, подумал я. Мне сегодня везет. Наверное, принесут что-то вкусное. И на самом деле принесли реально вкусную штуку. На огроменной тарелке было обжарено мясо. Такие прям сочные вкусные кусочки. Были овощи разные. Лучок, там, спаржа, перчик. А потом был обжаренный тофу с соевым соусом вроде. Но я тогда еще не особо разбирался, что там ходило. Но выглядело все это нереально вкусно. Я такой довольный собой взял, как настоящий мужчина. Я же мужчина, вы знаете. Взял палочки, поел это тофу, поел мясо. Все было так классно. Уже на тарелке мало чего осталось. Поел я овощей, спаржу, там, лучок. И был там такой маленький зеленый перчик. Не, ну перчик, я думаю, если его положить, значит его можно есть. Взял я этот перчик. И что вы думаете? Он был очень вкусный и сладкий. Взял я еще один. И я опять обрадовался. Он был такой на самом деле вкусный и сладкий. И был еще один точно такой же перчик. Выглядел совершенно одинаково. Но лежал немного в стороне. И я подумал, ну просто откатился, может, ну, чего только не бывает. И тебя я съем, ну все нормально. Съел я его. И где-то через полсекунды начался ад. Во рту зажгло просто нереально. Так зажгло, что, казалось, там вулкан извергается. У меня потекли слезы, сопли и вообще все, какие только можно, жидкости. Мне было так плохо. Я думал, что я умру. Это так жгло. Вот даже сейчас у меня еще никогда не было такого момента, чтобы что-то было такое вот жгущее. И сопли все текли ручьем. И я вот выпил стакан воды прям залпом, который лежал на столе. Ну, стало еще хуже. Такое ощущение, как будто я бросил алкоголь в огонь. Еще заболело сильнее, зажгло сильнее. Мне было плохо. Я вскочил и прибежал в туалет. Ну, по водичке там попить. Не из туалета, конечно. Ну, там раковина, наверное, есть. Побежал я просто как ошарашенный. И в этот момент я, наверное, мог бы побить мировой рекорд по 100-метровке. Бежал я, и знаете, за мной как... Когда машина едет в дождь, за ней капли отлетают такие от дождя. Так вот, от меня отлетали сопли, слезы все. Я бежал вот такой ошарашенный. И в этот момент половина персонала, который работает в этом ресторане, официанты там, они побежали за мной. Я не понимал, что происходит. Мне было плохо, все так жгло. Почему эти официанты бегут за мной? Они бегут за мной. И туалет-то оказался не в самом ресторане, а в соседнем здании. Вот я побежал в это соседнее здание. Открыл дверь туалета. И из раковины, просто как бешеная лошадь, после скачек начал пить эту воду. Вот пью, пью, пью. И тут открывается дверь туалета. И куча официантов стоят. И смотрят, как я пью водичку. А я ее пью, вот просто как ненормальный, прям вот захлебываю. Потому что жгло просто нереально. Но они не японцы, они хоть учтивые. И они остались снаружи подождать. Я напился. Мне минут через 10 стало получше. Глаза были красные. То есть мне было вообще просто нереально нехорошо. И когда я вернулся в ресторан, оказалось, что японцы, работники ресторана, подумали, что я решил убежать из ресторана, не заплатившись. Типа я такой плохой иностранец. Сожрал и убежал. Но опять камера вырубилась. Так вот, я японский-то не знаю. И как объяснить им, что вообще я хотел, и что со мной произошло, я не знал. И я начал говорить им на японском то, что я уже выучил в школе. Карай, карай, щину, щину. Что значит острое, острое, что я сейчас помру, вообще там коньки отброшу. Ну, они вроде как поняли ситуацию. Я заплатил, конечно, за еду, и как бы проблем не было. Но до сих пор я не могу забыть этот маленький зеленый перчик. Это вообще щаде ада, я вам скажу. Если вы когда-нибудь поедете в Японию, никогда не ешьте этот маленький зеленый перчик. Вы, наверное, просто помрете. Это реально, вот, ищаде ада. Вот, просто не ешьте этот перчик. И в этот раз опять был провал. Как любят наши, говорит наши заокеанские толстые друзья, эпик фейл. И опять японцы победили со счетом 2-0. Но я еще возьму у них, так сказать, ревенч. Побежу, побеждю. В следующий раз. Выиграю, в общем, в следующий раз. Со мной еще много происходило разных таких интересных историй. Фейлов, хороших вещей тоже происходило много. Ну, поменьше, чем фейлов, конечно. Расскажу я все это в следующий раз. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте подписываться на канал на YouTube, если вы хотите смотреть еще больше видео. Также сходите в группу ВКонтакте. Ставьте лайки, большие пальцы вверх. Там можете вниз ставить вообще, что хотите, делайте. И не забывайте, что надо творить добро. Добро. И будет вам плюс один к чакре, как я уже говорил. И все будет классно. В общем, всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok